По программе модернизации первичного звена здравоохранения Макарычаевской районной поликлиники будет проводиться капитальный ремонт здания поликлиники. Помимо этого был обновлен автопарк, что позволило медикам оперативнее выезжать на вызовы. Также медучреждение получило новое оборудование, что позволит оказывать качественную медицинскую помощь жителям района. О проводимых новшествах подробнее расскажет наш корреспондент Альхан Лепшоков. Оказать помощь нужно не только качественно, но и своевременно. Сегодня участковый терапевт Макарычаевской районной поликлиники может с комфортом, а главное вовремя доехать до жителей и оказать необходимую медицинскую помощь. По программе модернизации первичного звена здравоохранения автопарк получил два совершенно новых легковых автомобиля. Участковый терапевт Осиат Кубана почти каждый день выезжает на вызовы жителей района. Раз мы на вызовы ездили на старой пятерке, было очень некомфортабельно, машина жесткая, старая, очень часто ломалась. Поэтому мы были вынуждены опаздывать на вызовы, ждать друг друга, пока отремонтируют машину или взамен дадут другую машину. Мы очень ждали обновления нашего автопарка. И спасибо нашему президенту и Минздраву нам обновили парк. Водитель Борис Байрамуков много лет работает в поликлинике, выезжая на вызовы. Новый автотранспорт исправно работает и сейчас мы доезжаем до наших граждан быстро, заверяет водитель. В целом мы оцениваем транспортно отлично. Машины хорошие, новые. Не то, что было у нас раньше, все было старое. Сейчас не только у нас обновление легковых, но и почти весь парк обновился. Можно сказать, сейчас у нас все в норме, все хорошо. Ездим комфортно, никаких проблем. Доставка биоматериала в срок, вызова врачей обслуживаем вовремя. Никаких задержек, никаких поломок, никаких простоев у дороги нет. А это совершенно новый аппарат УЗИ, который теперь сможет показать четко состояние брюшной полости пациента. Медики отмечают, что теперь получить результаты пациентов можно оперативно и точно. Аппарат новый, экспертного уровня. Данный аппарат, изображение на нем, на данном аппарате очень хорошее. Картинка четкая, ясная. Ну, экспертный уровень, в принципе, он такой должен быть. Мы смотрим практически на нем каждый день, с утра до вечера работаем. Смотрим все, начиная с беременность, гинекологию, ручную полость, все. И также сердце смотрим. Помимо этого, будет проведен капитальный ремонт зданий поликлиники и благоустройство ее территории. Исполняющий обязанности главного врача Малокарачаевской центральной районной больницы Ислам Джат Тойв отметил, что все эти работы будут сделаны благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения. Будет еще реконструкция котельной, так как у нас очень большая проблема с отопительной системой. Также нам поставят новые котлы. Капитальный ремонт будет проходить на площади поликлиники около 4000 квадратных метров. Будет ремонтироваться, то есть туда включается вся замена всех коммуникаций, будет капитальный ремонт. Ремонтные работы будут проходить до конца 2022 года. За это время здание будет полностью реконструировано. В этот период обслуживать пациента будут в кабинетах стационара и в здании детской поликлиники. А некоторые кабинеты на время ремонта будут перемещены в фельдшерско-кушерские пункты. Алихан Липшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район.